здравствуйте с вами фитнес портал престиж гимминг и сегодня я буду комментировать полуфинальные игры между мозгу 5 и тайпи асайсис но перед этим я хотел бы кое-что сказать если вам это совершенно не интересно можете перемотать где-то на две-три минуты вперед но если интересно послушайте что я бы хотел сказать многие кто смотрит мои комментарии кому-то нравится кому-то не нравится те кто не нравится большинстве своем пишет такие комментарии а комментатор говно и я не знаю почему то есть причины не названы ну а я бы хотел ответить тем кто все же называет свои причины первая наверное наиболее распространенная причина что у меня слишком много своего мнения ребята я комментатор не профессионального уровня не не нужно клоунадить понимаете то есть был сегодня пост что я вроде как слишком скучно что-то рассказываю ребят и мои комментарии это то как я смотрю на игру мой теорикрафт высокого у меня 2400 л а причем взятого как я уже не раз говорю не на личном скиле не на у п персонажа а просто на грамотном видении игры на грамотном сборках артефакта на грамотных пиках и так далее ладно приступим следующем еще был такой пост что я флеймлю команду да я флеймлю команду я не комментирую полностью игру как это делает какой-нибудь 2k house как это очень любит прыгать бегать flash in the night скакать и радоваться при каждом муки или команды мускул файф хотя за спиной он их обсирает так что это двуличное здание скажем так а ладно предположим предположим у меня есть свое мнение я флеймлю ай как я флеймлю я не флеймлю игроков все ошибаются я флеймлю их мувы если я вижу ошибку сверху понимаете когда я комментирую это гораздо лучше видно игрок может думать что это хороший мув в свою очередь я виде комментируя этот мув полностью спокойной обстановке не без накала строки могу просто сказать что это ошибка если вам это не нравится можете просто выключать и больше не смотреть мои воды мои воды это больше как разбор теорик рад аналитика если у вас это не устраивает вы можете дальше смотреть flash in the night и естественно нашего прекрасного игрока с 1400 его 2k house а это все что я хотел сказать спасибо тем кто меня понял спасибо тем кто выключили и не напишут камен давайте приступим к пикам и бану команды москву файф стандартный у них бан малкая ну любят они банят малкая листара не знаю будет ли план здесь они стары а тайпи ассасинс банят интересного персонажа первый раз я вижу это за многое количество трениров когда против москву файф забанили лисина не знаю почему учитывая что даймонд прокс его пик и 90 процентах игр когда его не банят ну забанили забанили мозг уфайф банит близ кранка и джейса близ кранк это очень наверное сильный персонаж когда им играют азиаты сумасшедший персональный скил сумасшедшие хуки поэтому его и забаним мозг уфа и франдомный персонаж может затащить а может слить игру джейс бан джейса азиаты очень и очень любят играть за джейса против него сложного нить против слот с него сложно драться в мид гейме горле гейм что в их гейме он немного уступает своей позиции но все же а свою очередь команда тайпи ассасин забанила сону и ариану ариан это не совсем настроенный пик бан против сыча просто они боятся этого персонажа все боятся этого персонажа на данный момент ариана слишком упасть на поэтому ее забанили свою очередь бан сон и естественно против госу петера госу петер в большинстве своем играет на двух саппортах это ассона плюс ну ну но так как ну это более сбалансированный саппорт если он недавно по нерфе ассона это в свою очередь вообще что-то с чем-то слишком опасно тайпи ассасин хоть и видели наверное игры москву 5 против айджи но все равно пикнули шена значит они в чем-то уверены посмотрим получится ли им быть уверены и пикует как мало очень много играет генджи на как мави тем более пик ну ну подразумевает собой еще и пик как мало посмотрим что из этого выйдет не думаю что это будет лог войны на профессиональном уровне играть войной но это страшно ребят это очень страшно одна ошибка может стоить лейна а если война умирает на войне и супер сильная дуо супер 7 это означает что ее просто будут зонить много различных пиков локов точнее не локов йорик ненавижу йорика ненавижу йорика ненавижу этого персонажа а я считаю что на топе должен стоять персонаж с каким-либо контролем я не расцениваю что замедление с гуля это контроль но йорик очень силен в файтах безумно силен если его не фокусит инстантом что то есть если он не на себя кидают ульту то йорик очень сильно и все мы видели сыча наеве это что-то с чем-то посмотрим как он сыграет сейчас на ней и я лично боюсь вообще еф я считаю самому пешным мидером после наверно все же арианы ну нереальный снова болу его опасный персонаж тайпи ассасис удур удур джанглер значит на топе будет шин не хотели они пикать открывают своего мидера мне кажется это ошибочно так можно было бы подумать что шин стоит на топе уточни джанглер а на топ можно было бы пикнуть что-то последним пиком но ладно сделали так и пик тайка тарик кальмов не лучшая связка не очень хорошо тарик дополняет как мало но вообще как мало дополняет только нормально ну ну но может конечно же как мост отца рак из суммы ты в принципе стариком если тарик будет играть не супер агрессивно он может стоять на шестом или там неплохо в бурскую а под дорожкой не знаю посмотрим что будет ну пока не лох хотел сказать пик пока просто взят ксин вряд ли даймонд прокс будет на нем джанглит не уверен я в этом и война не знаю если честно да это пик войны странный пит с другой стороны конечно же война плюс ну ну да еще и ульта йорика разожраться нет же здесь нельзя давать вообще просто нельзя плюс старик и кальмов это не супер прям агрессивный line а который может разрывать войну ну не знаю не боятся ведь москву файл пик и тогда таких персонажей а здесь идет и карту сам сложно сказать хороший ли это пик не такое ощущение что у тайпе ассасинс не будет хватать контроля есть замедление конечно как мало есть какие-то там станном тубу ротарика и тауншена но хотелось бы какой-нибудь ауе ульту на лиды все думают от надо было рядом пикать ну не знаю ну не знаю картусов очень много картис на этом турнире сложно сказать хорошо ли он вписывается в этот сетап вообще карту с хреново себя чувствует против войны хреново себя чувствует против девы мне кажется не очень хороший честно скажу не очень хороший давайте немного промотаем пики мне не нравится в обоих команд я бы так сказал у тайпе ассасинс более сейфовый пик у москву файл олаут пик то есть все рассчитано на тимфайты не очень хороший лейнинг только на топе безумно сильный лейнер но юри с другой стороны имея в своем арсенале два стаймера то есть шин даймон проксу придется очень и очень много сидит много подлагивать давайте сейчас немножечко запал вроде грузилась давайте вернемся первый левел ничего пока происходит интересно не происходит опять ассасинс стандартный уже стратегия забегать 4 ставить вар сыч бегает за его никто его не видит 400 400 range vision странно что тайпе ассасинс не делать никакого энгейджа с этап у них классный тарик ну удур конечно же не будет прокачивать саму тарик шин дил карта совершенно сумасшедший дамаг на первом уровне ну могли бы что нибудь заиндей жить мне кажется может быть конечно сейчас пойдут они на синий баб до больше логичнее пойти на синий потому что шин собирается стоять нет шин идет кстати на бот афиг поймешь что делать здесь тайпе ассасинс какая-то странная ситуация бегают по кругу может и так сказать и что шин это чертовщина да да энгейдж на синий бал шин но никого не будет на боте не знаю насколько это интересная идея но увижу на не было не было вижу на у команды москву файпа вот здесь только показывается дарин выбрал такой рут правильно сделал а и заберут они скорее всего фишный на синий баф то здесь будет смайт генки кто кто засмайте а подходит здесь сыч цепляет здесь даймонд прокс и даймонд проксу приходится сразу от флешить фокус ну пишет давайте давайте стоит vision вар поэтому нас еще не особо побегать и наверно ксин будет отдавать этот синий баб забирать будут без смайт нет смайт завязался смайт завязать здесь гилбос мне кажется зря посмотрите вот оно что карту с идет на бот лэйн через телепорт получается что потеряли они очень мало крипов с этого но я не знаю сможет ли нормально стоять карту впрочем с этаповый плюс луну а вина она не может драться 2 на 2 в начале но сама то по себе она неплохо дамажит где-то вот с третьего левла у меня неплохой бурст я просто мало хп очень очень мало армора ну и драться на не особо может посмотрите что делает ксин ксин идет на чужой синий баф свою очередь у дур пошел забирает свой красный если был сохранил свой смайт и пошел бы сразу на свой синий баф был бы конечно гораздо лучше плюс синий баф даже не был заварным тайпи ассасин сделали уже эту ситуацию не помню против кого но делали и что получилось там побоялись заходить на красную на синий баф чужой и можно сказать из-за этого проиграли рлигейм в лед по той за хорошая игра от генджи и умирает то есть прекрасное убивание прекрасный чарш и так далее очень много крив теряет здесь карту сходим сейчас парочку и добьет за счет своего возрождения возрождения жизнь после смерти на 10 пользу москву файв ну странно странно что не было варда очень странно ну ну подходит на мид лэйн война скорее все говорит мне больше оси с не нужен хотя это не совсем так с другой стороны вардинг есть а с дабл дабл баф лил болс увидел суда и проксом но естественно поставил варты больше сделать ничего не мог пауза по ходу дела паузы от команды тайпи ассис давайте немного промотаем надеюсь что опять лагов не будет я не знал что здесь пауза давайте я за паузе уже начну так нашел я где начинается игра давайте продолжим что у нас вообще происходит по карте карту кстати купил хп то есть можно предположить что идет он стандартный родов и разбил сейчас зонят ну так и должно быть сейчас по идее должен прийти ксин и немного помочь хотя нет синжа уйдет просто забирать в расов можно так сказать отдают они свеча наверно наверное если еще а игна это нет я понял нету игна это утопе ассис поэтому решили они здесь не давит сыча удур смотрите стоит удур может быть интересно стан хороший хороший стан от тарика но немного поздно не было рейджа и прекрасная игра даймонд прокса быстро он свалил а зря использую здесь еще и гнает понимает что просто развернется тарик через там пару секунд даст стану все но выжил здесь сыч выжил ценой своего флэша но в любом случае это хорошо выжил и выжил был довольно таки приличный дайв использовали в два флэша type и ассасин на это отдам должное шину очень странно что дарья наград такой глубочайший деф конечно страшно играть против связки шину горного все равно шин берет 6 теперь утопе ассасин все гораздо будет лучше генджа 37 крипов и как мало 39 но агент же умудряется зонить картус у которого до сих пор 5 л причем картус понимает что если он сейчас подойдет то генджи может просто с ним подраться и все и не факт что карт служит карту сбегается у картуса нету кстати телепорта поэтому не знаю посмотрим что будет даймонд прокс идет чужой лес скоро 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 лестница волки но ему без разницы он просто поставил вард вот поставлен весьма вовремя преснется синеба где-то на девятой минуте поэтому варта общем будет еще стоять подошел нулю на не очень понятно зачем точнее зачем он подошел и ушел он он и есть голды там у тарика даже близко его нету а ну ну подошел на красный баф лилбоза здесь цепляет прилетает шин ауксина есть флешно что ничего страшного не будет и пять человек из команды тайпи ассасинс уже стоят на синим бафе команды москву файл то есть получают этот синий баф и у него кстати есть телепорт но посмотреть генджа седьмой левом свою очередь карту всего лишь 5 это будет очень сложно для картуса но 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 по ходу дела тарик плюс как мам идут на бот лыгин понял а команда поняла точнее команда тайпи ассасинс что картус не сможет стоять просто против генджи седьмого лева не уверен что это прекрасная идея была вообще вот этот свапа тайпи ассасин почему не прекрасные причины заключаются в следующем они дали вы не супер фри фарм конечно они нигилировали фарм его и получилось ну если судить по крипам получилось неплохо но все равно страшно ганка от москву файв по мистейку мистейка нету флэша почему-то генджет дамажил здесь не ту цель дамажил как мало хотя у тарика не было flash это был небольшой мискоммуникации команды москву файв но они выбили телепорт у картуса видит здесь его лил болс но я не думаю что он догонил просто его до его ускоряется и бежит будет драка наверно будет драка за сенебав уж она нет ульты плюс да забирает здесь лил болс смайтом и ну неприятная неприятная ситуация для москву украли у них сенебав опять лагает сейчас давайте запах так я снова тут немного погрузилась лагает лагает очень я понял что это лагает не мой интернет это очень сильно лагает канал ну точнее twitch ну немного за зоне легенджу приходится ему бэкаться и проиграть он теперь весьма прилично как мало неудачный получился ганг он бывает в свою очередь его наконец-то получает ну скажем так фрифарм дарин запушил шины но ударе на полное суслюманы и идет дарья ну наверное это капля что это еще может быть удивлен я тому что у дур не сделал ни одного ганка на top lane а естественному приходилось помогать на миге помогать на боте и больше половины игре он просто контр джангл но все же все же странно до юрику фрифарм это неприятно я шокирован закупом дарья на это шин это шин все старты в неужели не боится очень странная ситуация реально не боится парень ганков от дабл стана посмотрим как у него это получится дальше переживать точнее будет ли вообще ганки то есть вот чем смысл а уроку дура у дура оракал с одним лауты тема весьма стандартная азиатская стратегия не думаю что у ксины есть оркал как никак он купил дуранс блэйд но посмотрим что будет дальше как мы в 75 вы на 71 ну вы не посмотрите силу а я только заметил уже сил есть драться тайпе ассасин за из я думаю не смогут нет ну вот так вот подхарасить смогут тем более а у винит репота так что и не особо страшно у джанглеров равное количество крипкилов у мидеров карту с перри фармливает как мат перри фармливает на топе йорик перри парня джена но так как он запушил какое-то количество крипов шин должен отбить гусу пеппер просто харасит правильно он делает у тарик не ну не такой отхил как у сонного сараки там меру то листара даже того же хилит и хилит но не так сильно просто тарик не макс хочу заметить что генджа максит курс полного и не это ганг на бот лэйн причем было было об этом сказано но все равно дерется тайпе ассасинс и посмотрите это будет килл по госу пепперу но вбивание в стену от генджи и стэнли не очень хорошо все у стэнли у беби тоже все не очень хорошо и у мистейка не очень хорошо лил болс флэшит а я думаю здесь все выжат нет умрет здесь мистик хотя посмотрите закатил дарин тоже прилетает убивается здесь вся команда дайпе ассасинс дарин я даже не заметил как он влетел остался в живых только карту с размен в пользу мозг уфаев получился просто безумный размен получился пользу мозг уфаев умер только госу пеппер в свою очередь 4 человек из топе ассасинс отдали конце ну да и в дайв причем да и был глупый был было сказано вроде у дуром до было сказано что идет сразу два человека с командой мозг уфаев на бот-лейн наказали что могу сказать наказали здесь мозг уфаев такую игру забрали драконы забрали 4 килл и преимущество стало 3000 3000 в общем преимущество стало печально давайте пересмотрим вот этот файт мы уже показывают тогда когда не нужно здесь умирает когмав огонь огонь из стопе ассасинс не могут они развернуться и по дамажей той ставят хорошую стенку но здесь дарин прибежал и уже начал убивать просто вражеских игроков здесь умирает стать оракул я об этом даже не сказал юрик с трипл киом идет он купил додж ботинок не знаю почему додж ботинок вообще странно очень много контроля у команды тайпе ассасинс плюс ну как бы только физический дамагер это когмав зачем додж ботинок непонятно мерки были бы гораздо лучше но дарин леднее зато он купил фейдж ну сейчас все прекрасно вообще у мозг уфаев просто все прекрасно очень большое преимущество причем очень большое для такой минуты и икс этап я пускал ленин с левой которая начнут сейчас я люблю сказать keep rollin то есть начнут бегать по линам я думаю это будет один сплыл и после этого она просто начнет ровность ганка тайпе ассасинс по москву five на играет москву five очень дефу потому что у меня нету здесь флэш и цепляется здесь госу paper но скорее всего он просто уйдет но может не уйти здесь генджи хороший дамаг идет по генджи и до выживая здесь генджи откидывают и перекатывается не было флэш и у команды тайпе ассасинс за счет того что игнает их тайпе ассасинс только уши на убивать им на лейнах сложно вообще мне кажется вот если даже так смотреть не то что с этапа синергия классов классов и сказал синергии персонажей даже если смотреть на самминере один игнает сложно убивать свеч попытается здесь снизить этот баф и не получается не получается подождите получилось это сделать у свеча он украл синего хорошо украл и забирать здесь госу paper зачем забирался зачем прибежал туда госу paper так далеко мне понятно тем более он прибежал без флэша не очень адекватное решение ну ладно ну пока мозг уфа и все равно смотрится гораздо более увереннее сычного позиции для ганка той за у той за нету флэша нету ничего даже маны нету а влетает шэн ульту и просто шэн спас карту с от неминуемой гибели ну пока конечно так и ассасинс играю в тотальный дефт и опять лагает и опять я пауза посмотрите вот насколько прогрузилась вперед и все равно лаги на что за счет вернемся к просмотру генджи бэкс и преимущественно практически на левел но но у каймала больше крипов отдам должное baby фармутом просто царский карту тоже неплохо фарме так что по фарму то у команды топе ассасин все неплохо но по килом и драконом а посмотрите т.п ганка той за госу paper есть флэш но он решил его не использовать за счет того что заюзали в него просто и взрослый бы не ушел никак после стана с экзостом замедлением от как мало ну пути здесь было просто невозможно а если кто-то не знал если вы стоите и флэш и тисми и баб замедления на вас остается где-то еще ну ну что-то по типу полсекунды поэтому флэш из дорожки как мало когда вы можете умереть но ну с вероятностью 95 разом вы умрете не выгодно так что господин здесь сыграл правильно ну 11 килл тайпе ассасин кстати в то это второй килл и опять же на госу пэпере у которой уже три смерти отыграли скоро за него правда денег не будут давать так что без разницы с другой стороны у него один килл есть так что и какую влез генджу хорошо здесь стал не стей но не умрет здесь конечно же генджа хорошая прошивка госу пэпер и дальше они преследуют но не убьют метание другая команда не убьет задумка была тайпе ассасинс неплохая но дамагание хватило у как мало просто нету шмота скорее всего на базе что-то порядка тысяч голда но пока не купился от флешила там война мы это увидели краешком глаза был ганг от ул дура и здесь завязывал флеш тарик надетно ну нету саммеров у бот лейна только у госу пэпер есть а экзост и пришлось здесь ты пешится от весьма приличного количества крипов и не но зато их получит даймонд прокс мне почему-то показалось что даймонд прокс макс не и акул но может быть я ошибаюсь просто очень сильный дамаг у но у вашего по крипу практически пол хп раньше 3 просто слов уши на практически есть ульта сыч странно что сыч вообще совершенно не ровно посмотрите вот ему не нужно ромить он просто убил картуса подождав его нас у его бросах хороший келл заюзал в ради этого флеш но даже не за язык на его был просто идеален как раз когда ресницы дракон неудачная ошибка той за очень удачная ошибка не забирает 2 дракона команда москву файф плюс к этому забирает хороший келл ошибочка небольшая от генджи не хватало ему здесь рейнджи на ешку поэтому он решил про автотач вместо того чтобы убежать немножко вперед заюзал на это еще и ульту но подхарасил подхарасил как маф купил бф это не стандартный билл через быстрый фантом дансер это все же б господь пепер неплохо снимает кстати снежок дожди символы можно предположить что снежок вкачан на 3 еще на 4 на 4 уши на есть льта поэтому тайпе ассасинс не особо теперь нужно бояться красный баф забирает теперь генджи но это война 11 лаву блины да ей уже конечно хочется получать красный баф лэйн она сможет с ним не скажу разорвать но прессовать теперь она сможет очень серьезно тем более у как мало 162 крифа в каком-то из прошлых комментирований я сказал что как маф ни разу не проиграл и судя по всему это реально так на этом турнире единственный под эфире который пока не проигрывают лэйми это как маф довольно таки странно но на топе разрыв просто шаблонов юрик уничтожает шенов просто без шансов перепарм на 50 крипов уже есть тринити у юрика но да это очень печально для команды тайпе ассасинс очень печально юрик который сможет позволить себе собирать прям самом начале тринити это очень печально госу пеппер здесь стоит вард я думаю знает об этом и его подходит на бот лэйн это один из первых ганков его до этого она просто намажу и здесь еще ксен в лед идет по бебе влетает здесь лил болс а использует ульта карту состается очень мало хп здесь у дуры в лед по ксину посмотрите какой дамаг наносит сыч это просто жесть и убивается здесь старик выиграны 4 в 4 fight очень и очень просто вы наносил приличный дамаг ксин тоже неплохо дамажа гораздо больше чем угол ну в общем много ошибок от команды тайпе ассасинс в этой игре и москву 5 выглядит гораздо гораздо более уверенно чем type и ассасинс просто несоизмеримо увереннее в лед здесь может быть в карту сына решили они все же развернуться а я думаю это был кого дарья но он сказал что нет парень у меня недостаточно количество армора чтобы дайвить вторую вышку может быть даже бы они убили здесь есть дарья нанетел на флэш и так далее у той за как никак не было флэш мы решили не рисковать и правильно сделали совершенно правильно сделал команда здесь москву 5 смысла никакого здесь нет сейчас рисковать преимущество 6000 голды это очень много плюс его наконец-то собрала без файл раз это означает что теперь она может просто ваншот на данном этапе игры опять же хочу заметить что бебе не идет до сих пор не идет фантом дэнсер он стал собирается теперь финте аж чаще всего как мало собирает фантом а потом уже хотят собрать инфинити ну бебе играет по-другому не очень понятная игра здесь от лил боуза очень странно он просто хотел влететь и попробовать подраться один на один с дарином у которого 15 стрините будущий девятым ну печально в этот день и завершилась теперь отходят теперь отходят бот-лейном у стэнли кстати есть красный баф не знаю зачем он ему нужен но он у него есть и идет на топ сыч посмотрите какой дамаг наносит сыч он просто давид стэнли и может быть убьет до убивать сыч просто давид шена с фул хп давид без игно это хочу заметить без игно это госу пепер здесь дерется на бот-лейне а может очень неплохо войти здесь по мяса и подходит здесь даймонд прокс мистейк вроде как выживает но посмотрите как дамажит судор просто жесть должен умирать здесь и ты все должны здесь умирать отдает последний килл здесь ксен генжи генжи может быть даже выжить а у той за нет уже ульты но последний . он все же на максимальном рейнджи убивает ну ну и опять три за одного и дарьян пушит просто медлэйн будет здесь забирать вышку сыч тоже будет пушить топ не повезло немного здесь конечно команде ты теперь нашим все еще был мертвый так помогло бы все по-другому хоть и перри формула команда теперь но москву файв очень и очень сильно перегонкой просто несоизмеримо сильно не перегонка ли даймонд прокс хорошо загонка его вовремя было тех местах которых нужно right time right place дракон через 15 секунд можно это увидеть в левом верхнем углу это будет фришный дракон для команды москву файв я не думаю что тайпе ассасинс будут даже пытаться драться очень интересный вопрос как здесь поеду она его здесь подходит даймонд прокс госу пеппером на дракона его даже не подошла решила на просто забирать синий баф понимает что как понимает команда москву файв что драться за этого дракона теперь просто не могут быть точного таймера скорее всего них тоже нету ну преимущество москву файв все растет и растет она уже совершенно колоссально 10 тысяч преимущество на 25 минуте это мягко сказать заявка на победу даймонд прокс ничего не боится просто влетает откидывает здесь не в болзе будет попытка забрать этот синий баф но забирает его то есть это же придется здесь скорее всего от флеша через стену до этого не делают ударены есть гарден и инжел поэтому просто танчит всю команду теперь ничего не боится сыч просто флешит под тауры начинает дамажить убивают здесь его но умирая здесь тарик генджи посмотрите повернулись здесь теперь вспять замес дарьян убивает форму гаста даймонд прокс добивает один хит по тауру здесь оставался но слишком далеко слишком далеко конечно полезны игроки из москву файв но разница уже не ну никакой здесь разницы нет ничего не изменится один когмав просто закрыть это не сможет не очень понравилось как сыч просто прыгнул по тауру за flash на начал дамажить это смотрелось очень весело дарим до странно странная игра дарина basic и говорит что мне вообще без разницы мне не страшно ничего прямо под шерном начал делать красный баф но увидев карт все же все-таки отошел сыч идет guardian angel стандартный его бьет записываю свой раз война я думаю скоро будет здесь инфинити весьма скоро есть уже зеки свою учить ну аегис уже давно было просто об этом уговорил о даймонд прокс интересно что он будет покупать дальше я не думаю что это будет прям guardian angel сразу у юрика тоже не очень пакет что он собирает но купил арморку думаете кризис можно предположить этому что это будет мал морки с плюс ну скажем роду им свою учить ну скоро 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 здесь будет уже фантом дэнсеру как мало дамажить конечно как мало будет много но недостаточно затонкованную команда чтобы дать ему время дамажить нет я ошибся я совершенно ошибся генжи пошел в супер лодского билд а к black riverway но через мерки что весьма странно очень любят генжи мерки на деке страна конечно очень конкретно на войне мне кажется что берсерки были пополучше но генжи и генжи решил купить так и мозг уфа я забираю дорогого барона опять хотим принять их местами чувствует это команда папе ассайзинс и приходится сходить команде муфай странно что они отошли могли просто здесь подраться и все может быть до цепляет здесь даймонд прокс хорошо откидывает он здесь лил болза и умрет здесь конечно же то есть хотя нет посмотрите не умирает забрал генжи а д кэри команда тайпи ассайзинс умер здесь правда дарья но он резкнется тема здесь лил болз и уже генжи просто идет на трипл килл ну нет со стиль внутри купил фриш 3 дома был полностью при домах от генжи даже его здесь не трогали плюс тайпи ассайзинс очень сильно развернулись в смысле развернулись разделились даймонд прокс плюс госу по это еще кто-то гнали сразу троих это был то есть это был не стейк это было не у вас в свою очередь поймали там стены и baby ничего не сделали могли дрались они два в два но за счет того что просто дарья генжи были реально сильнее все в другом могу не скажешь они были тупо 7 можно здесь увидеть снизу происходит файт вот вроде как пояс немного зонит но безумный сыч просто пошел убивать генжи бежит сзади получает вот здесь 3 дамаг по любому забивать его в стену и все хороший файт опять же от москву хорошее engage лучше показали заберут ли они здесь нет решили москву фах не забирать ингибитор хотя могли бэкнулись генджи генджи как раз вроде не бэкнулся еще один гаген angel для левы и ну ну покупает аэгэс купил фантом как мав купила описал картус купила да была лезь тоже в команде тайп и ассасинс но у дура нету совершенно ничего дамажить принципе шин тоже не может ну это шин во первых а во вторых у него нету прям жучайшего уражера то есть играет он не как дарья который собирает ношение тринити стринь тишинах правду неплохо бустит но не мог себе это позволит стены когда я рекламу людей надали пипу там подарен но сразу прекрасно откидывание забирает они просто того и где убивать дамажит они здесь бежит за baby дарим бежит за baby просто не убивают бедного как мало убивать здесь они не стейк убивает карту вы на трипл килл это есть для команды москву fight не потеряли они никого гардин и джилла сохранили все три гардин и джилл и это хилст вин для москву fight что сказать 23 7 в пользу москву fight просто разорвали они тайп и ассасинс выглядели они гораздо увереннее на протяжении всей игры кроме во первых можно сказать трех минут хотя тоже вернули вот это преимущество с забрали в общем синий баф потом еще убили карту с набор там и москву fight были в этой игре сильнее таки ассасинс весьма этому расстроены я так смотрю весьма расстроены ну посмотрим что будет дальше всем спасибо за просмотр кому понравилось мое комментирование можете подписываться на канал